Аудиокнига Джованни Бокаччо, Декамерон. День шестой, повесть вторая, читает Мария Соловьёва. Несколько слов, сказанных хлебопёком Чисти, открывают мессеру Джерри Спине глаза на нескромность той просьбы, с какой он к хлебопёку обратился. Дамы и кавалеры долго восхищались остроумием Донны Ореты. Наконец королева велела рассказывать Помпинеи, и та начала так. Приятные дамы. По моему разумению, обе они, будучи в высшей степени предусмотрительны, поступают так же точно, как поступают нередко смертные, от которых будущее закрыто, и которые поэтому самые дорогие свои вещи прячут на чёрный день в укромных тайниках дома, где никому не пришло бы в голову их искать. Ибо, рассуждают они, неказистый закоулок более надёжное место для хранения, нежели прекрасная комната. И достают они их оттуда только в случае крайней необходимости. Вот так и эти две правительницы мироздания укрывают тех, кем они особенно дорожат, под сенью ремёсел, считающихся самыми незавидными, укрывают с той целью, чтобы эти ремесленники, когда природа и фортуна в случае надобности к ним обратятся, показали себя во всём блеске. Повесть о Донне Оретте напомнила мне, по какому ничтожному поводу хлебопёк Чисти проявил себя с хорошей стороны и заставил прозреть мужа Донне Оретте, мессера Джерри Спину. И вот об этом мне и хочется рассказать коротенькую повесть. Итак, надо бы вам знать, что папа Бонифаций, у которого мессер Джерри Спина был в большой части, по чрезвычайно важным делам направил во Флоренцию высоких послов. И те остановились у мессера Джерри, дабы вместе с ним обсудить то, что заботило папу. И вот с этими-то папскими послами мессер Джерри почти каждое утро, куда бы он ни направился, непременно проходил мимо церкви Санта-Мария Уги. И тут же рядом у хлебопёка Чисти была своя пекарня, где тот собственноручно выпекал хлеб. Судьба обучила его ремеслу весьма скромному, но в то же время она ему благоприятствовала, и он разбогател. Да так, что не променял бы свой род занятий ни на какой другой, ни в чём он себе не отказывал, чего-чего только у него не было, и всегда он держал запас наилучших белых и красных вин, какие можно было найти в самой Флоренции и в её окрестностях. Приметив, что мессер Джерри и папские послы каждое утро в сильную жару проходят мимо его дома, он подумал, что с его стороны было бы весьма любезно, если б он предложил им доброго белого винца. Однако ж, представив себе, насколько он ниже по положению мессера Джерри, он решил, что ему не подобает зазывать его к себе, и тут же изыскал средства устроить так, чтобы мессер Джерри сам напросился. Каждое утро, когда по его расчётам мессер Джерри и папские послы должны были пройти мимо, он приказывал ставить у порога новое лужёное ведро с холодной водой, новенький баллонский кувшинчик с добрым белым вином и два стакана, блестевших так, что их можно было принять за серебряные, а сам в белоснежном полукофтанье и свежевыстиранном фартуке, делавшем его похожим скорее на мельника, нежели на пекаря, усаживался у дверей и раза два сплюнув, принимался за вино, и пил он его с таким смаком, что, глядя на него, возжаждали бы и мёртвые. Мессер Джерри прошёл мимо него молча. На другое утро тоже. А на третье не вытерпел и спросил, «Что Чисти? Вкусное вино?» Чисти вытянулся перед ним в струнку. «Да того вкусное, что я и передать не могу», — отвечал он. «Вы только попробуйте!» Мессеру Джерри, то ли от жары, то ли от сильной усталости, то ли, глядя на Чисти, захотелось пить. «Синьоры», — усмехаясь, обратился он к послам, «а что, если мы попробуем, какое у этого почтенного человека вино? Полагаю, что мы не раскаемся». И тут они все направились к Чисти. Чисти велел вынести из пекарни лавку, какую получше, попросил гостей сесть. Слугам же их, подскочившим, сполоснуть стакан, и сказал, «Нет уж, я сам! Наливать вино я умею не хуже, чем сажать в печь хлеб. И вам, братцы мои, я даже глотнуть не дам, лучше не надейтесь». Затем Чисти собственноручно сполоснул четыре новеньких красивых стакана, велел принести кувшинчик доброго вина и стал усердно наливать Мессеру Джерри и спутникам его. Они же признали, что давно такого не пили. И до того пришлось оно им по вкусу, что пока послы не уехали из Флоренции, Мессер Джерри почти каждое утро ходил с ними к Чисти пить вино. Когда же послы покончили со всеми своими делами и начали собираться в обратный путь, Мессер Джерри устроил роскошный пир, на который в числе наиболее именитых граждан позвал и Чисти. Но тот отказался наотрез. Тогда Мессер Джерри послал к Чисти слугу за бутылкой вина, чтобы каждому гостю после первого блюда пришлось пополстаканчика. Слуга, должно думать, был сердит на Чисти за то, что тот не дал ему вина. И посему обстоятельству взял с собой большущую бутыль. Чисти поглядел на бутыль и сказал, Мессер Джерри, братец ты мой, послал тебя не ко мне. Сколько не уверял его слуга, Чисти стоял на своем. В конце концов, слуга вернулся к Мессеру Джерри и передал слова Чисти. А Мессер Джерри, сходи к нему, говорит, еще раз, и скажи, что послал тебя я. Если он опять так же ответит, то спроси, к кому же тогда я тебя послал. Слуга опять пришел к Чисти и сказал, Чисти, Мессер Джерри послал меня именно к тебе. Нет, братец ты мой, только не ко мне, объявил Чисти. А куда же тогда, если не к тебе, спросил слуга. На Орно, отвечал Чисти. Когда слуга передал этот разговор Мессеру Джерри, тот внезапно прозрел. — Покажи-ка мне бутылку, — приказал он. И, увидев бутыль, молвил, Чисти прав. Слугу он обругал и велел взять более подходящую бутылку. Когда Чисти взглянул на нее, то сказал, — Вот теперь я вижу, что это он послал тебя ко мне, сейчас налью. В тот же день он велел налить целый бочонок этого вина и осторожно отнести к Мессеру Джерри, а затем сам пошел к нему и сказал, — Не подумайте, Мессер, что меня испугала утрешняя бутыль. Но я решил, что вы не поняли, почему все эти дни наливал вам вино из кувшинчиков. Вино-то ведь непростое. Вот на это я утром вам и намекал. Но беречь мне его больше не для кого, и я вам послал все, что у меня было. Распоряжайтесь им, как найдете нужным. Мессер Джерри чрезвычайно обрадовался подарку, от всей души поблагодарил Чисти, и с той поры он питал к нему глубокое уважение и был с ним в дружбе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok